Там дорого даже для граждан Узбекистана, потому что это платное для всех. Не только для иностранцев, но и для своих граждан. А, ценник для граждан Узбекистана и для приезжих отличается? Конечно. Почти в два раза. Особенность какая, просто люди этого не знают, особенно приезжие. Иностранные граждане, проживающие на территории Узбекистана без выезда после регистрации 6 месяцев и более, становятся резидентами и у них возможны роды бесплатные. А переиграть это и вернуться обратно на самолете с большим животом, это уже нереально. Вплоть до двухспальных кроватей даже есть. Представьте, в палате двухспальных кроватей. Документы, вот это точно абсолютно важно следить. Здесь для местных эти бумажки, им не очень важны. Вот эти печати, они ни к чему. Но то, что там нет какой-то печати, им не важно. Да, они здесь в полной бюрократии очень просты. Да, да, да. Нам важно. Печати, не подписи, верят на слово. Дмитрий, добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, кто вы, откуда, как вы здесь, с кем работаете? Я врач-апушер-гинеколог. Закончил я Ташкентский мединститут в 92-м году. В 28-м год уже работаю в городе Ташкенде. Много лет работал заведующим родильных отделений, гинекологии. Владею всеми видами операций, родовспоможения. Я врач высшей категории. Естественно, каждые пять лет ее подтверждаю. Свою специальность также я подтвердил и в России. Сдавал там экзамен. Я имею гражданство РФ, без гражданства у меня нет. Ну, так как у меня вид на жительство, я здесь работаю, по контракту подположено. Режие девушки могут рожать только платно или они могут бесплатно рожать? Есть по самофинансированию отделения, рожают там платно. Если они здесь живут более шести месяцев, в городских роддомах они могут рожать и бесплатно. По экстренной помощи никто не откажет. Если менее шести месяцев, это по закону, то они все будут платные роды. То есть, регистрация менее шести месяцев. Переезжающие сюда девушки очень боятся рожать в Узбекистане, боятся вообще рожать в Азии. Есть предубеждение, что здесь что-то плохо, что здесь слабые специалисты? Я хочу разубедить, во-первых, школа основная, как Ташкента, ну, может быть и до больших городов Казахстана и других средних стран, это все советская школа. То есть, все учились в советских вузах и уровень подготовки был чуть не ниже. Причем, например, я интернатуру проходил в области, в Черчаке. Параллельно у нас там приезжал ленинградский профессор Репина со своими профессорами, которые обучали. То есть, врачи все подготовлены очень хорошо. Квалификации, я думаю, не уступают российским врачам. Многие врачи Узбекистана, чтобы было понятно, гинекологи, очень востребованы в странах, например, Эмираты, Саудовская Аравия, и они там считаются одни из лучших специалистов. Параллельно там есть и россияне, и с Украины, со всех стран приезжает СНГ, и вот врачи Средней Азии, они достаточно высокого уровня. Опыт приемов родов у приезжих из России, из Украины, из Белоруссии. Значит, насчет опыта... Может, с Америки, не знаю. Вы правильно назвали Варкос. Уже много... Сейчас то, что ситуация возникла, это не только сейчас, уже и 10-15 лет назад очень часто были у нас приезжающие как с России, это с ближнего зарубежья, так и с дальнего зарубежья приезжают у нас. Естественно, они рожают здесь, в учреждениях города Ташкента. Россияне 10-15 лет назад приезжали. Есть такое убеждение у приезжающих сюда из других стран, что здесь чуть-чуть не хватает, может быть, какого-то оборудования, что что-то недоукомплектовано. Расскажите о комплектации роддомов. В большей или меньшей степени все роддома укомплектованы, есть реанимационные службы, как детская, так и взрослая. Просто в зависимости от учреждения, где-то больше, где-то меньше. Но оборудование есть везде. Есть и аппаратура, и реанимационная аппаратура. Все это есть в каждом роддоме. А палаты, как выглядит? Палаты, значит, смотрите, в данном роддоме, где я сейчас работаю, здесь есть, так сказать, ну, они платные палаты, естественно. Это все официально, через кассу, как положено. Там есть все условия. Ну, чтобы было понятно, люксовые палаты, там уровень, как нормальная местница. Какие документы выдаются, когда ребенок родился? Когда ребенок родится, значит, приезжим выдается справка о рождении. Тем более, сейчас все это идет регистрация онлайн и в ЗАГС. Ну, везде идет онлайн все регистрация. Значит, справка о рождении выдается. И после этого граждане России, Украины, Казахстан в своих посольствиях получают метрики на ребенка. Какие бы вы советы могли дать приезжающим сюда девушкам, которые собрались рожать здесь, в Узбекистане? Значит, ну, в первую очередь, когда приезжают, нужно обязательно, я считаю, нужно по месту регистрации желательно встать на учет по беременности. Поликлинику. Поликлинике, да, по месту жительства. И кроме этого, желательно сразу, с самого начала, как приехали, нужно находить себе доктора при каком-то роддоме и наблюдаться, то есть, доктора именно в роддоме, у кого они планируют рожать. То есть, чтобы параллельно с поликлиникой доктор вас консультировал, наблюдал и до родов вел. Это было самое правильное решение. Многие приезжие в Ташкенте в основном идут рожать в Институт акушерства и гинекологии. Да, это ведущий наш головной институт, но, во-первых, уровень квалификации врачей не лучше, чем в городских роддомах, потому что они точно такие же, как мы, такой же квалификации, владеют тем же объемом помощи. Может, несколько больше нафаршированы аппаратуры, хотя сложно сказать. Например, на естественный роддом особая аппаратура и не нужна. Там особенность какая, просто люди этого не знают, особенно приезжие. Это чисто платное учреждение, и уровень цен там в разы больше, чем в городских роддомах. Это имеет очень большое значение, особенно для приезжих, потому что там дорого даже для граждан Узбекистана, потому что это платное для всех, не только для иностранцев, но и для своих граждан. А, ценник для граждан Узбекистана и для приезжих отличается? Конечно. Почти в два раза. Например, кесарево сечение официальная сумма для граждан Узбекистана около 8 миллионов. 8 миллионов сумм? Сумм. Это в кассу. Если вы хотите выбрать какого-то доктора, то, соответственно, вы понимаете, там будут нюансы другие. А это для граждан Узбекистана. Соответственно, для граждан России или Украины или других государств там порядок совсем... Ну, ценник, понимаете, как растет. Поэтому многие этого просто не знают. И еще почему-то предубеждение, что в городских роддомах их не принимают. Прекрасно принимают. Причем во всех здесь, в городе Ташкенте около 10 или больше роддомов. Везде. Помощь оказывается везде и везде принимают. Дмитрий, а возможно ли бесплатные роды иностранным гражданам? Да, конечно. Значит, иностранные граждане, проживающие на территории Узбекистана без выезда после регистрации 6 месяцев и более, становятся резидентами, считаются резидентами, тем более, если они наблюдаются в поликлинике по месту регистрации. И у них возможны роды бесплатные, то есть экстренная помощь им оказывается бесплатно. Если они находятся без выезда 6 месяцев и более. А есть ли разница в родоспоможении в Узбекистане и в России? Ну, большая часть родоспоможения, конечно, школа одна, все идет одно и то же, в смысле многое общее. Но многие моменты за время независимости в Узбекистане, например, отсутствие детских отделений. Это большой плюс, то есть это уже практически более 20 лет детских отделений нет. Есть только детские интенсивные палаты и совместное пребывание матери с ребенком. Женщина, начиная с родов, с родзала, вместе с ребенком идет в палату и ухаживает полностью все сама. С какой-то стороны кажется, что это сложно, но с другой стороны, лучше, чем мать, никто за ребенком не смотрит. Потом снижается вероятность внутрибольничной инфекции, то есть чужие руки ребенка не трогают. И постоянный контакт с матерью, это большой плюс. Потом моменты, вот то, что сейчас только я слышал, недавно начало применяться в России, то, что выкладывают на живот при рождении, пульсация пуповины, позднее перерезание пуповины. Ну, вот контакт кожи к коже, это здесь уже более 20 лет это практикуется. Например, еще раз повторяюсь, то есть ребенок от рождения и до выписки находится с матерью. Единственное, только при кесарном сечении, пока заканчивается операция, значит, ребенка забирают, потом опять же приносят к матери. То есть ребенок постоянно идет в совместное пребывание с матерью. Это очень хорошо. И максимально, естественно, грудное искармливание практикуется в Узбекистане. Конечно, бывают ситуации, что и бывает искусственно, но в основном упор на грудное искармливание. Информация, в принципе, в интернете. Есть узбекские сайты, мама УЗ и все такое. Там вся информация про всех докторов Ташкента, про их квалификацию, про их отношения и все остальное. Это вся информация полностью есть. Не надо даже никому себя рекламировать. Это женщины Узбекистана, сами они обсуждают, а весь форум это все есть. Точно так же, прежде чем выбрать кого-то, могут на этих форумах себе найти докторов. Спасибо. Эльмира, добрый день. Расскажите, откуда вы, когда приехали сюда? Мы приехали из Киева 3 месяца назад. И по плану было рожать в Ташкенте. Я до последнего сомневалась, готова ли я к этому. Потому что рождение ребенка – это очень ответственный момент. И ты попадаешь в новую страну, в новую культуру. И ты не уверен, как поведет себя организм, как ты будешь себя чувствовать на новом месте. А переиграть это и вернуться обратно на самолете с большим животом – это уже нереально. То есть это такой шаг. И ты осознаешь, что ты приедешь, и по месту ты уже будешь как-то разбираться. Мы обсудили со знакомыми, что здесь есть хорошие врачи. Нам назвали несколько фамилий. И я поняла, что, собственно, второй ребенок. Я уже более как-то понимаю этот процесс. И решили все-таки, что попробую. Вы решили отталкиваться от врачей, а не от роддома? Да. Потому что очень мало информации о роддомах. Нет фотографий ни палат, ни антуража роддома. То есть ты приезжаешь уже, попадаешь в роддом, и по факту что-то увидишь. Нет экскурсии посмотреть палаты, нет варианта выбрать палату. То есть это живая очередь. Вы перед роддом приходили в роддом, смотрели условия? Были какие-то предродовые консультации с врачом? У нас пал выбор на три роддома в Ташкенте. И я приняла решение увидеться с врачами, которых мне порекомендовали. И уже исходя из вот такого личного контакта с человеком, почувствовать, ну вот с кем я готова пройти важный ответственный путь. Остановились мы на третьем по счету роддоме. Это был мать и дитя. Он находится достаточно далеко от центра Ташкента. Но понравилась такая приятная территория. И меня встретил врач. Я приходила с мужем, скажу. И нам обоим понравился этот врач. И мы решили остановиться на нем. Это платный роддом или бесплатный? Это государственный роддом. В Ташкенте не существует пока частных роддомов. Все роддома государственные. И, соответственно, вы платите в кассу по прескурану. Но важно отметить то, что для граждан Узбекистана стоимость родов значительно ниже, чем для иностранцев. То есть это тоже нужно учесть. И сразу мне предупредили о том, что у нас живая очередь. Вы приедете рожать, грубо говоря. И мы будем стараться вам найти палату люкс, то есть одноместную. Если она будет занята, мы подождем, когда она освободится. Здесь, к сожалению, спланировать и быть уверенным в том, что ты приедешь, и твоя палата будет с кондиционером, ты будешь одна в палате, это скорее дело случая. Но чаще всего девушкам везет. А в роддом как быстро вы попали в день родов? Мы, не торопясь, приехали на плановый вообще осмотр в врачу. Я сказала, ну, вы знаете, наверное, уже сегодня вот оно началось. И он сказал, да, Эльмира, вы в родах, поздравляю. У вас с собой есть сумки? Я сказала, да нет, собственно. Я сумки еще не брала. Он говорит, ну, быстренько едьте домой, собирайте вещи, возвращайтесь. Сегодня вы у нас остаетесь. И в этот день, в 5 часов вечера, у меня появилась дочь. Сколько в роддоме вы лежали? В роддоме я провела двое суток. Хотя на первые сутки мне уже хотелось вернуться к семье. Потому что очень скучала за семьей, за мужем. Есть такой недостаток, что посетителей не пускают. Это ввиду каких-то гигиенических там нерв, я не знаю точно. То есть невозможно увидеться с близкими, не пускают в палаты. Даже если это одиночная палата. И имейте в виду, кто хочет партнера в родах рядом иметь. Только два роддома в Ташкенте, по-моему, дают такую возможность. Во все остальные, всем сторонним вход поспрещён, к сожалению. Состояние роддома внутри там новый, старый. Как относился персонал к вам? В принципе, роддом приятный, всё опрятно. Но хотелось бы больше реноваций, больше каких-то комнат с ремонтом. Потому что есть кое-где санузлы, которые прям уже такие, ну, совсем подуставшие. Но везде чисто. Это самое главное, скорее всего, для роддома. Но для людей, привыкших обслуживаться в частных клиниках, скорее всего, это будет большим удивлением и дискомфортным. Конечно, здесь люди рады проживать местные, потому что для них это уже хорошее условие, что есть отдельные палаты. Во многих есть кондиционеры, телевизоры, холодильники. Есть там топ-3 роддома, где прям конкретно классно сделали с ремонтом палаты. Вплоть до двуспальных кроватей даже есть. Представьте, в палате двуспальная кровать. Это совершенно шикарно. Я бы очень хотела, потому что вот этого одноместной койки совсем не хватает. И она очень жесткая. Подскажите, а была ли детская реанимация в вашем роддоме? Я про это подумала уже накануне родов, где-то за две недели, о том, что я не уточнила, есть ли она в роддоме, где я планирую рожать. И оказалось, что ее там нет. То есть всего лишь в двух роддомах, если не ошибаюсь, есть детская реанимация. Но спешу всех успокоить, что на самом деле для этого нужно направление от врача. То есть беременность должна протекать с определенными осложнениями. Какой бы вы могли дать совет приезжающим сюда девушкам, собирающимся рожать здесь, в Ташкенте? Я думаю, можно попробовать взять и оплатить отдельную бригаду, которая будет присутствовать помимо врача рядом с тобой. Потому что очень большой поток людей и не всегда тебе смогут помочь сиюминутно. А чтобы иметь рядом персонал, к которому ты можешь обратиться, задать вопрос, что сейчас происходит, как я могу облегчить ситуацию и так далее, нужно, конечно, иметь кого-то рядом, кто сможет тебе ответить и вернуть тебя на землю и успокоить. По возможности почитать есть несколько групп в Ташкенте, телеграм-каналах, где активно обсуждают эти вопросы и подготовки к родам, и сбора сумок в роддом, отзывов о врачах и даже вопросах о уходу за новорождением. Потом очень важно изучить периоды родов и вообще, что будет происходить, потому что большой поток людей. Тебе не всегда дадут ответ на вопрос, тебе не всегда объяснят, что сейчас с тобой будут делать или что с тобой сейчас происходит. И для того, чтобы чувствовать себя как-то более уверенно, я прям вам рекомендую даже пройти какие-то курсы в дыхании, в родах, позы, массаж, и т.д. Так что вот это прямо рекомендация самая главная. И ходить можно на йогу для беременных. Здесь среди девушек, которые тоже беременны, которые пройдут этот путь вместе с вами, заручиться поддержкой, общением, обменом информацией. И вот в таком случае, скорее всего, все может прийти очень хорошо. Какие выдают документы на выписке? Малышу дают документ о рождении. Там написаны данные матери, вес ребенка, рост ребенка с QR-кодом. То есть это уже официальная бумага. Но чтобы получить свидетельство о рождении, нужно уже идти в посольство страны, гражданство которой вы собираетесь принять. И важно учитывать то, что паспорт, загранпаспорт, если вы планируете с малышом выехать за границу Истана, нужно сделать. А это делается сейчас очень быстро. Поэтому учтите момент, что, скорее всего, минимум три месяца, а максимум, я даже не знаю. То есть среднюю длительность изготовления паспорта я пока не знаю, мы свой еще ждем. Ну, российские паспорта готовят где-то примерно в среднем полгода, может быть, чуть-чуть побольше. Мы подались в посольство Украины, и нам сказали, что от трех месяцев, а там посмотрим. Как вы выбирали роддом? Какие здесь есть роддома? У нас есть знакомые здесь, которые посоветовали именно врача. В принципе, посоветовали... Они задали простой один вопрос. Вам важно больше комфортные условия или руки специалиста? Это поскольку у меня было кесарево по показаниям. У меня были важны руки специалиста, хирурга. И так посоветовали доктора Дмитрия Трайковича. Я попала к нему на прием. Он посмотрел и сказал, что я приходила к нему где-то раз в три недели. И так мы как бы доходим с ним до даты рождения. И, в общем-то, дальше уже я поступаю в больницу, и он оперирует. Мы договорились с ним. Роды были платные. Мы заранее договорились о размере вознаграждения. И, соответственно, все анализы, которые нужно было сдавать, я сдавала отдельно. Выбирала в Ташкенте лаборатории. Сдавала анализы, приходила к нему, и мы с ним консультировались. Он проверял, как протекает беременность. Поэтому я знаю, что многие выбирают здесь релаканты именно принатальный центр республиканский, поскольку он самый современный. Но поскольку я шла именно за врачом, то я не выбирала роддом так таковой. Оказалось, что это пятая городская больница, где работает этот врач. А условия там? Больница новая, старая? Больница старая, достаточно красивая, такое советского типа здания. Внутри, конечно, все требует ремонта очень давно. Деревянные полы покрашены, все такое достаточно старое, но при этом все чистое, ухоженное. Все стараются, конечно, поддерживать это все. В принципе, я была к этому готова, к самому уже моменту родов. Потому что я за эти три месяца до родов постоянно приходила туда на консультации. И психологически я уже была готова к тому, что я вижу. Какие нужны были документы? Я из Москвы, когда уезжала в поликлинике у своего врача, ведущего гинеколога, я брала специальную такую карту открепительную. И здесь, когда мы выбрали место, где мы здесь живем, естественно, у нас есть регистрация. И по этой регистрации мы приписаны к городской поликлинике, куда я принесла эту карту из Москвы. И ее приняли для того, чтобы завести на меня здесь карту местную. Между Россией и Узбекистаном есть очень понятные взаимоотношения в плане медицинского обслуживания. Поэтому это было очень быстро, без каких-либо проблем. Это бесплатная постановка на учет. На меня оформили карту. И переписали основные мои показатели с первого по седьмой месяц беременности. Соответственно, чтобы уже приехать в роддом на сами роды, в местной поликлинике мне выписали направление, где были указаны основные мои показатели. И поскольку у меня Кесарева, было указано, по какой причине рекомендация, именно что это оперативное родоразрешение. С этими бумагами, с паспортом и с бумажкой регистрации меня приняли. То есть это паспорт, это регистрация, это то, что есть у всех, и крепительная карта. И направление из местной поликлиники. Постановка в местную поликлинику и направление к ней. То есть это минимальный набор документов. Минимальный. Какие у вас вообще впечатления остались от этого процесса, от врача, от больницы? Впечатления скорее положительные, потому что я, повторюсь, изначально шла на руки специалиста. Конечно, сами условия в больнице могли бы быть лучше. Но нужны какие-то вливания денежные, финансирования, чтобы сделать ремонт, чтобы можно было обеспечить всех лекарствами. Потому что я приносила лекарства с собой. Мне дали перечень, которые я должна привезти с собой. И мы все это покупали. Даже вплоть до физрастворов. Очень простые вещи. Безусловно, они есть в больнице. Я видела их там. Но, тем не менее, очень многие были со своими лекарствами. Сами люди, бригада, которая ухаживала за нами, такие же девушки, как я, кто после Кесарева первые сутки мы лежали в реанимации. Они, конечно, постоянно помогали. Теплая водичка, наливают в стаканчик. Тебе не нужно это просить. Они это делают сами. Поскольку я рожала зимой, 26 января. Было достаточно холодно. Укрывали одеялами, пледами. Очень часто спрашивали, как ты себя чувствуешь. Не нужен ли укол обезболивающего. То есть, в целом, персонал очень благодушный. Хотя, конечно, как и в любой больнице, есть разные люди. И когда сменилась смена, и пришли новые медсёстры под утро, это был немножко другой подход. Более жёсткий, более резкий. Уже девочка там плачет, потому что ей больно. Наркоз отходит, всё болит. Я не буду тебя тут ждать. Давай быстрее шевелись. Всё это человеческий фактор. Это везде. Это неважно, где ты. В России или в Узбекистане. Это работает одинаково. Ну, разницы нету, да. Разницы нету. Это мы уже с этими. Сам процесс родов был достаточно комфортный, потому что мой врач лечащий, он специально поставил мою операцию самой первой. Я приехала в больницу в день. В 6 утра. Мы приехали на такси с вещами. Я оформилась. И буквально через уже где-то 30 минут меня уже завели в палату, в операционную. Наверное, спустя минут 50 с того момента, как я приехала в роддом, уже всё было сделано, уже родилась дочка. Всё очень быстро. Персонала было достаточно много, анестезиологи, все медсёстры, которые нужны, все присутствовали. Все были очень доброжелательны. Они пытались со мной как-то шутить, отвлекать. Все очень помогали. Когда ребёночек родился, его запеленали, поднесли ко мне, показали и унесли уже в палату. Сколько дней вы лежали? Сутки в реанимации и потом ещё 3 дня в палате. Палата у меня была не обычная. У меня была вип-палата. Причём врач мой принял это решение, в общем-то, не советуясь со мной. Но я ему очень благодарна за это, потому что это действительно повышенный комфорт. Я заплатила за эту палату. Но это того стоило, потому что мы были с девочкой вдвоём. У нас был собственный душ с хорошим ремонтом. Своя микроволновка. То есть это было прям очень комфортно. Остальные палаты, поскольку роддом достаточно старый, с более худшими были условиями. Ну, попроще. Там было по 4 человека. Туалет у них был один на блок. Такая классическая советская история больничная. Какие вы можете дать общие или точные рекомендации, советы тем, кто планирует рожать в Узбекистане? Лучше пожертвовать каким-то комфортом где-то. Но быть уверенным в том человеке, который тебя ведёт, который тебе помогает. Это оказалось очень важным, потому что врач не только делал саму операцию, но и давал советы после. Каждый день приходил, проверял моё самочувствие, как чувствует себя ребёнок. Это было очень ценно. Если ты идёшь именно как на Кесарево, то в реанимацию нельзя брать всё, что ты принёс с собой. Нужна отдельная сумка, где есть твоя ночнушка, твоё необходимые гигиенические средства, вода и минимальный какой-то набор детский, который ты отдаёшь, то, во что однёт ребёнка. А вторая сумка, где у тебя какие-то ещё вещи личные, вплоть до айпада и так далее, это нельзя ничего с собой брать. Это нужно отдельную сумку. Быть внимательной, несмотря на то, что ты в учреждении, где, в общем-то, это нормально, каждую минуту кто-то рождается. Смотреть за документами, которые тебе выдают. Поскольку Мария Лаканте, мне нужно было брать документы, которые дают в роддоме, и идти в консульство Российской Федерации, чтобы оформить ребёнка. С детства рождения получить. Да, чтобы получить с детства рождения, чтобы получить ей загранпаспорт. Поскольку я абсолютно невнимательно просто взяла бумажки, то, что мне дали, мне потом пришлось ещё два раза возвращаться в роддом и просить переписывать эти бумаги. Потому что на какой-то справке не было печати. На какой-то бумаге не хватало информации. Они по-русски писали? Нет. На узбекском? Там очень интересно, там смешано. Там часть слов на узбекском, часть на русском было написано. Сама по себе справка, по крайней мере, в этом роддоме, она очень простая. То есть буквально имя, фамилия, роженица, дата, ребёнок, вес, рост. Ну, всё. Важно, чтобы были подписи и печати. Их там несколько, круглые и треугольные. Именно за ними я возвращалась вот несколько раз, чтобы их получить. И достаточно важно, чтобы было разборчиво написано. Потому что для того, чтобы подать документы, в том числе на оформление декретных денег, например, я отправляла эти документы в Москву, чтобы там мой лечащий врач-гинеколог подала документы о том, что я родила, чтобы я получила декретные. Эти справки нужно переводить. И если там написано что-то неразборчивое, сложный медицинский язык, не все понимают. И поэтому мне приходилось в том числе спрашивать, уточнять, что здесь написано. Я записывала себе на листик и потом говорила переводчикам, что нужно туда написать. Поэтому вот документы, вот это точно абсолютно важно следить. Здесь для местных эти бумажки им не очень важны. Вот эти печати, они им ни к чему. Потому что они придут потом все равно в свою поликлинику по месту жительства. Там запишут, что да, родила. Но то, что там нет какой-то печати, им не важно. Да, они здесь в полной бюрократии очень простые. Да, да, да. То есть на печати, на подписи верят на слово. Но нам в консульстве очень быстро все оформили. Понятная процедура, никаких проблем. И мы буквально за месяц, учитывая, что мы не очень педалировали этот процесс, мы за месяц получили и свидетельство о рождении, и паспорт. Спасибо за интервью, Ирина. Да. Очень познавательная. Да, спасибо вам. А подписка и лайк – это лучшая ваша похвала и благодарность за проделанную нами работу. Если у вас остались вопросы и вы хотите пообщаться со мной лично в Телеграме, ну вот ссылка на него в левом верхнем углу. Также у нас с недавнего времени снова появился Бусти. Кому интересно, присоединяйтесь к нам на Бусти. И всем до встречи в следующем сюжете. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok